Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в одно из тех видео, которые мне иногда приходится делать специально для холдеров криптовалюты. Этот взлом криптовалютной компании Ledger приводит меня в ярость. Я лично владею несколькими кошельками Ledger, и теперь эта утечка, которая произошла в прошлом году, фактически обнародовала конфиденциальные данные пользователей. И теперь иногда люди получают письма от мошенников, иногда даже с угрозами в попытке завладеть криптовалютными активами. Это может быть, например, предложение обновить программное обеспечение кошелька Ledger с ссылками на фишинговые сайты. Фишинговые сайты копируют внешнее содержание оригинального сайта. Но, ведя данные от кошелька на таком сайте, вы отдаете их в руки злоумышленников и лишаетесь своих криптовалют навсегда. Некоторые идут даже дальше и угрожают тем, что знают, где вы живете. Я лично получил похожее письмо, и меня это крайне раздражает. Я знаю многих, кого это раздражает тоже. Первое, о чем мы, как холдеры, должны думать, это о безопасности своих криптовалют. Ledger — это то, что я мог раньше рекомендовать как способ безопасного холодного хранения своих монет. Но сейчас я не могу их рекомендовать хотя бы потому, что они показали, что им в принципе все равно на своих пользователей. Как альтернативу я могу предложить кошелек Trezor. Например, Trezor Model T, на котором вы можете хранить биткоин, рипл, лайткоин и множество других криптовалют. Я знаю, в этой сфере сейчас появляется очень много новичков, и поэтому напоминаю, криптозащита и криптобезопасность — это первое, о чем вы должны позаботиться. Кстати, заказывайте Trezor только напрямую у производителя. Никаких Авито, никаких АЛХ, ни в коем случае. Остается один день до приостановки торговли XRP на Coinbase. Крупнейшие криптовалютные биржи. Это вот-вот случится 19 января. Но я скажу вам еще кое-что. Это никак не повлияет на активность холдеров XRP на Coinbase. Вы все еще будете иметь доступ к своим XRP на мировой крупнейшей бирже. Вы все еще можете хранить свои XRP на Coinbase. Официальный блок Coinbase гласит, приостановка торговли не повлияет на доступ клиентов к кошелькам XRP, которые останутся доступными для ввода и вывода после приостановки торговли. Кроме того, клиенты по-прежнему будут иметь право на ранее объявленную раздачу Spark при условии утверждения в определенных юрисдикциях. Мы продолжим поддерживать XRP в Coinbase Custody и Coinbase Wallet. Друзья, эта ситуация беспрецедентна. Ни разу за всю небольшую историю существования криптовалют ни одна крипта из топ-5 не была приостановлена в торгах на самых крупных биржах планеты. Криптовалютные инвесторы, особенно инвесторы в XRP, ищут способы безопасного хранения в такие неспокойные времена. Что ж, я рекомендую использовать Trezor для холодного хранения. И я рекомендую биржи Uphold и Bitru для тех, кто хочет купить или продать XRP сейчас. Впереди нас ждет большая неопределенность и неизвестность того, что будет. Но, честно говоря, мне это нравится. Рынок в какой-то момент стал слишком скучным. Теперь все намного интереснее. Теперь волатильность не дает мне скучать. Этот рынок полностью зависит от психологии. Именно поэтому мы должны идти против этой психологии, против того, что делает большинство. Мы должны быть готовыми к большим движениям заранее и наперед. И еще я должен предупредить вас, Trezor это часовая бомба. Она тикает над всем криптопространством. И это может иметь последствия намного хуже, чем судебный иск сек для Ripple XRP. И мое финальное предупреждение, защищайте свою криптовалюту любой ценой. Они хотят глобального регулирования для криптовалют и для биткоина. Они боятся того, что выходят за рамки контроля. И это означает только одно. Они должны добиться вашего добровольного отказа от ваших криптовалют. Они делают все для того, чтобы вы сами в ужасе избавились от криптоактивов. Вот зачем все это нужно. Это было мое утреннее критическое предупреждение для всех холдеров криптовалют. Особенно для холдеров Ripple XRP. Увидимся в новом видео. Богатейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова